Ну, мы предполагали это. Это 5 ДП, 4 Бэйн, это Кунка 3. Это Кунка от Петушара. Тот самый знаменитый, сигнатурный. Петушар начинает напрягать Ника. Так, вызваны скелетики. Даже не знаю. Так, 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 так. Станчик, но Найтмарк. Бринсап маны не хватит, скорее всего. Но тычка нужна, тычка, тычка. Это ХБ. И еще сейчас Устомнена проблема будет. Он пытался подсевить своего тиммейта. Тайт Брингер. Сейвер Кизакироса такой себе, но он не умер хотя бы на этом радости. А с другой стороны, Арамиса душит. Правда, Сема может погибнуть из-за этого. Ну, и Якорем его добивает уже. Новое как раз имя, от которого можно чего-то нажать. Да, может, оно не новое, просто я не следила за Европой. Так, все, что-то знать. Ой, бабку тут сдуло. Но и Фэнта может погибнуть на самом деле. Но нет, подходит виг, но... Блинг через 3 секунды, так что спокойно он дождется и уйдет. Или не уйдет. Да, забирает Капу. А знаешь почему? Хотя, и кто и другую. Нет, ну, на тайге ты будешь, чтобы он варцы убирать, не уж крайне ждал. Так, а здесь очередная смерть это Фэна может быть. Есть ли Ремна? Фисты, фисты, фисты. Ремна, тыпатила даже Ремна-то просто. Очень больно ДП. ДП погибнет. Хотя Сиг сражала, у него Саленс отлично по двоим, но там стона не задул. Так что здесь, скорее всего, для ДП все равно билет в один конец. Но уже менялись саппортами хотя бы, но Нубу подарили еще один факт. Ну-ка, Бэйн. Смог есть, я вижу. Ноль урона из-за этого вносятся от бабки. Ну и Слэйр там отъедает все сразу, что ему бабку пытался нести. Погибает в итоге Тайдхантер, но погибает героем. Он свою задачу выполнил. Ну какой ценой? Ценой ведь Мопида. Нуба сприваются. Соник Вейва погибает также вся команда. Кто выжил? И выжил Ника с Аегисом. Да, вот это игра. Я видел смерть у нее тысячи лиц. Да, кстати, очень крутой шарт у Кунки появился. Он просто отодвинул ВК. И за счет этого ВК не смог нанести урон. Равага ужасная. Реально очень плохая равага. Потому что, да, она была бы битерым, но команды вообще не было в этот момент. Оп. Реакция от Бигнума. Сейчас продолжим. И что здесь получится? ВК посадили на поводок. Лотус поздно. Тайтл Вейв шикарный. Равага. Вот это уже... Нет, это поинтереснее, но все просто убегают. И тут, по-моему, игра уже проиграна. Короче, Лив без ГГ. Я считаю, это будет вишенка на торте. Чем ВК может похвастаться? Лотус, Вишен Тайв Кантрис. Равага. О, а вот это... Более-менее. Но БКБшки, Пайпы, Лайфстилера могут забрать. Но он садится в инвест последний момент в Кунку. Как же проперло здесь Лайфстилеру. Еще и зацепили Эмбера. И Лайфстилер вылезает в какой-то торрент шикарный от Петушары. Как же... Петушара тут прям реально... И вот кого бы ты удивилась увидеть? Крофин. Нападение. Нападение на ФН. Да, согласен, скоро было бы. ФН тут на развороте жестко все делает. Тайтл Хантр проседает. Лайфстилер просто начинает сгрызать одного за другим героев. Ника Бэйби. Есть реинкарнация. Так, реинкарнацию он теряет. Тайтл Хантр. Тайтл Хантр уходит отсюда. Ника нажимает БКП. Ну и его щекочет Бэйн. И Бэйна пытается убить. Но Бэйн стоит там в инвизе. Ничего не может сделать Ника. Вот теперь за Бэйном в погоне. Он отъедается брейнстапом. Включил печенье. Печенье через всю карту залетает. Ну, войдет в первый стан. Но тут же попадает в сторону. Он Бэйна пытался вырезать. И в итоге Бэйн-то жив. А ну, уже погиб. Заливают их на доту. Он пишет, что закинули миллионы. Или миллиарды. Нападение на кого? На Квапу. Ох ты. И Фенчика забрали. Сужал. Он реально залил. Отдал гем. Погиб на ровном месте. Кстати, гем в итоге не забрали. Тоже интересный момент. Отмечаем. Пока что? У тебя курьерство теперь не сэпп. Да. Да. Тоже верно. Ну, как-то нет изюминки. Так. Тут выход в спину. Семена. Дево мое. Нашли его. Но он просто уехал отсюда. И вся атака разребелена. Пошел ультимейт. Попадает в двух суппортов. Стомнен с Рамисом пытаются сбежать. Ахуэн не сдастся это сделать. Стомнен погибает. Ну, пытается отступить. Инфибл на нем висит. Полетел Торреншторм от Кунки. И Ника Бэйби еле живой. Хочет сохранить хотя бы одну из своих жизней. Первое точно здесь закончится. Он Керасу себе купил. Причем, поэтому, если он умрет, он на 100%. Байк это должен быть. Равака полетела. Ника Бэйби прижимает по КБ. Тут же получил башу с Эвен Джессу. И есть НПС. С НПС-то можно вылезти на кого-то и взорвать. Но тут уже никто и воевать-то не хочет. Ну, ну, ба можно. Отлично. И сейчас вот тоже за башню надо. Вот хорошо. И Саленс. И башня куда не денется. Это минус. Кембер на 90 секунд. И ГГ. По идее, должно быть написано. Не знаю. Тут, в принципе, едва ли что-то получится дождаться. Хотя, возможно, с Джекиросом еще планируется троих хотя бы какую-то атаку сообразить. Да давно уже должно было быть написано «ГГ». Такое ощущение. Я вот не понимаю этого, конечно. Что, у вас ничего нет? Вы все потратили. Вам доносят тро. Даже вот часто замечаю, что команды высокого уровня. Они реже даже вот в каких-то финальных играх высокой стадии турнира. Там, где-то право падает. Верхняя сетка. Ну, да про кого угодно, я говорю, на самом деле. Но что играть-то здесь было? Уже все понятно. А здесь ВК все-таки. И это переигранно и уничтожено, потому что это петушары на Квапе. Инициатора крутого. Хотя, возможно, это в виде сделать у Бигнома. Но не факт, что получится. Такого хотелось бы что-то на мотиве того, что Эйда. Я не люблю его упоминать, что мне нравится все больше и больше в последнее время. Кстати, размен есть, но Бигном погибает. Это не Кбэйпис, забирай первый упор, хотя в предыдущей игре он ее отдал. Да, вот так вот. Все. Все, Альянс принимается, конечно. Европа, потому что Европа такие раковые часто привязываются. Она там уже заходила. А тут рывается петушаров, рефраг берет. Ну, это то, что мы обсуждали. Абадону тут. Абадон вот тут, наверное, красиво, конечно. Коре. Так, ну, что-то как-то Нуб здесь не очень уверенно сыграл. Ну, он экономит с пылы. Он боялся, видимо, что продолжает атаку бут. Поэтому он нажимал арбу, а Рамису пришел, умер за него. Ну, одну гантель увидел. Обычно пытались зарашить себе шлем. Я видел тут как-то четыре на одном из героев. Это был общий рекорд. Минус тренд. Хорошая перетяжка от Нуба. Никуда не уходит с линии. Тёма рядом. Бигнам здесь. Ляну может кинуть еще. Я так подозреваю. Есть семечка. Дает семечку. Ну, Бада гонять трудновато. Но подходит петушаров. Затемком есть Дримхойл, чтобы сдержать эту атаку. Суниквей был потрачен на саппорт. И снова погибает Арамис, питав себя все. Опять повтор мы видим. В миде там что-то происходит. Это Манса. Манса в миде. ФНчик. Ай, Абадон опять умер. Но ФНчика могут забрать на этот раш. Но ФН переживет. Так, так. ФН переживет. Вот это. Дримхойла нет. Надо как-то даже... Надо драться. Надо драться до конца. Ай, какой пенсгрипп. С Тайланса нет. Он сейчас на пенсгрипп может Вринсап дать. Но и без этого урона хватило. Вринсап сейчас хотел дать. Но не получилось. И Мансил в баг. Вичблэйд. Он просто Найтмейр дал. У него Ману за консенсор. Ну, что-то открыть. Ну да, я вот люблю ВК. Я пью Камбучу. Знаешь, лучше бы этого факта мне было не знать. Почему? Что, что плохого в Камбучу? Я не знаю. Чат, пусаните, кто любит Чайный Гриб. Я хочу узнать этих людей в лесу. По никам. Сейчас я одного знаю. Вот я. Так. Тут Бэйна забирают. А Пак живет. Превратился в тринта, Ника Бэйби. Вот это жестко. Вот это он комбинет. Минус Пак. Минус Абадон. Минус Тринт. Минус Бэйн. Марса бьют. Реинкарнация потеряна. Марс сейчас погибнет. Дает копье. Напоследок в темпларку. Ну, что-то Ника Бэйби выжил. Не, ну. Я могу ошибаться. Ну, по-моему, превращение в тринта это мем какой-то. Что вообще? Почему в тринта-то? ВК. Реинкарнация в КД. Так. Не рвет Дримкоил. Сейчас король умрет. Не рвет Дримкоил. Не рвет. А сейчас переключить Армлетик. Как-нибудь поиграться им. О-о-о-о. Да. Не смог переключить и выиграть в Армлет. А, Морф умер. А где? На миде. Его защекотал Бэйн в этот момент. И он перекачка... Да, он, видимо, из тени кастовал. Погибает здесь тренд. Или нет? Мичплейт. Живет тренд. Минус Морф. Минус Пак. По тебе заметно. Слушай, что это за инсинуация гнусная? Так. Тут у нас пока что избивает Марса. Не я подняла эту тему тогда. Ну, а я против Камбучи Шейминга. Нормальный чайный гриб. Знаешь, я не удивлюсь, кстати, если найдутся какие-то активисты. Это же вроде как живой организм. Ну. Что нельзя, нельзя это, да, оскорблять живой чайный гриб. Инкарнацию очень хотелось вывить, но бы он с его добился. Будем надеяться, что на этом он отступит. Но его Семоч поймал. Сейчас может беспокойно захистовать ему. Но тут едва ли без жертв получится уйти. Да, все-таки погибает. После вот этой атаки можно будет обсудить. Фэн залетает на Марса. Марс пытается подхилить. Сюда же летит тренд. Копье, чтобы просто откинуть подальше. На блинке уходит Марс. Его захиливают. Но отличная игра от Бигнума. Он врывается. Щит от Марса. И он погибает. Причем такой момент, что на нем уже висел фатикшилд. Он был в КД. А с другой стороны опять поймали Пака. Но такие ему выкомпенсируют то, что умирает Петушар и из-за этого сдаёт по деньгам. Морф фармит себе Скади. Кстати говоря, в этой игре Ленка была бы не так плоха. Но такое ощущение, что все эти разговоры про Ленку или... Лотос нужен в команде, мне кажется. Скорее такая штука здесь. Ой, Абадон умер. Очень быстро. У него нет было ульта. Ника Бэйби пытался забрать бой на. Не получилось. Сайленс ловит Ника. Погибает. Жесть. ГГ можно писать, наверное. Ну и Лайонс будут, видимо, до конца играть. Но Эквайн разогнался. Мол, держи Темпларку и ты на ней их соло выиграешь. В принципе, всегда такой план имеет место быть. Что если Темпларка очень сильно разгонится, там даже не важно, с кем она играет. И против кого. Вот такие вот вещи делают. Неволовимый пак по вардам. Их видят сейчас Альянс. Но при этом все равно из-под тишка получается напасть на Нубай. И его спас. Его спас Арамис. Да, да. Но Трент теперь запрыгивает. И в этот раз не в позиции находятся. Как раз таки пытаются забрать Арамис. Арамис. Арамис успевает раскастоваться. Кстати, очень неплохо. Может быть Квапу хотя бы удастся забрать. Нет, Квапу забрать не могут. Квапа уходит. ВК забрать не могут. Вот у него реинкарнация. Здесь Семен отступает. Также Морф вкатывается в ВК. Забирает его первый раз. Но это уже минус два. Он сейчас Класт даст в ответ. И его и Фен разнесет. Класт он за тот жил мантой. Но дальше надеваться ему некуда. У него просто был на кулдауне его вейп. И сейчас, благодаря тому, что он еще и застилил форму после Сайлеса, которая была у Квапы. Но его все равно Сема поймал. А Нуб ничего сделать не может. У него Сайлес в кулдауне. Да, еще три. Да, у него Сайлес в кулдауне. Как обидно. Ника выживал там всеми правдами и неправдами. Казалось бы, уже ушел на хайграунд. Стоманин. Влетели в Тринта. Тринта могут забрать. Но здесь Фенч. Ай, Тринта не забрали. А, Квапу забрали. Квапа погибает. Дальше у нас будут пробивать Марс. Проблема у Ника Бэйби с лицом есть некоторые. Его сейчас могут убить. Существует добивает его одним критом. И все эти попытки врыва в Квапу потеряли свой смысл в одночасье. И теперь у нас Стоманин будет погибать, который уже потерял свой борт тайм. И нуб отступает спешно с тонущего корабля. Унылая какая-то карта, если честно. Какая-то безнадега от нее. Оффлейнера команды. Но офлейнер команды себя показал таким образом, что... Сергей зарекомендовал. Не выглядел, да. Он парнем, который потащит вот этих вот ребят. Затащит их там в первый дивизион. Затащит их, может быть, даже в плей-оут 2 Чемпионс Лиги. Пока что довольно грустная история. Выбили Аегис. Но Фан успевает блинканулся отсюда. Дримкоил. Реинкарнацию ВК должна быть. Поэтому, да, его убивают. Но он сейчас переродится. Финальная битва, судя по всему. Пак. Шаду Димон прячет. Ника Бэйби. По одному тачку поделал. По-другому. Один блинканулся. Другой ушел. Третьего спрятали. И не зная о том, что делать. В итоге он в диком замедлении. Сейчас превоплотился в новую форму для себя Абадона. Что ли? Нет, Абадон на него щит повесил. А он, в том-то же ВК превратил. Я не понял, какого, но он умер. Да, но он умер. Умер и умер. Чтобы поделать минуту. Времени его не будет. За это время можно свести, в принципе, все три стороны. Учитывая то, как уже ФН хорошо набивает. Бараки на Амиде падают. Можно переключаться на бот или на топ. Решили на бот пойти. Ну, вообще, ФН сразу-то четыре вышки пошел бы есть. Да и Прайм. Тут времени хватает на все. Если кто-то подойдет, ну, скорее всего, он моментально умрет. Как это сейчас сделал Арамис. Но Арамис решил, что надо в байбэх нажать. Да. И решили смог тревожить. Интересно, вот эта тройка. ШД, Абадон и Пак. Что они могут сделать? Знаешь, я вот прям... Я просто сейчас сидел и думал о будущем вот этой команды, организации. Ну, ты послышал очень выводов. Возможно, им просто нужно немного времени. Не, ну, возможно, да, возможно. Но прям будет... В любом случае будет тяжелый сезон. Потому что им нужно прямо не просто... У них игра там не пошла немножко, чуть-чуть подкорректировать. Или там хорошо стакуются, талантливые игроки. Можно там немножко подправить. А прям вот у них вообще не идет. Вот у них не идет. Им нужно будет так сильно добавить. Не знаю, что там будет во втором дивизионе Европы. Там все-таки, мне кажется, шансы будут. Там конкуренция слабее, чем во втором дивизионе СНГ, по крайней мере, сейчас. И поэтому шансы есть. Там, в принципе-то... Мне интересно, что стало с теми составами, которые у нас будут в первой дивизион играть, как они там себя покажут. Шанни, she go round and round in my head. Baby, we go round for round in my bed. She the one I think I found till I'm dead. I don't want nobody else in my head.